добрый день вы на канале модные практики напоминаю что наши видео выходят каждый день и сегодня у нас обзор таниного комплекта одежды и сегодня с нами татьяна всем здравствуйте у нас сегодня обзор юбки из скреповой ткани и под эту юбку мы придумали такую легкую воздушную блузу но начнем все сначала эту юбку еще краила ирина михайловна для татьяны и к сожалению вот у нас только вот мы дошли до того чтобы ее закончить потому что все было очень так сложно юбка у нас с имитации запаха переходят в разрез на самом деле конечно я думаю что это вот одна из последних вещей которые краила ирина михайловна и которые еще не увидели свет я думаю что для тебя это тоже будет такая приятная память до нашей маме таня очень близко дружила с нашей мамой с ирина михайловна и конечно приятно что ну прикоснуться к таким вещам которые держала ирина михайловна покрутись начале юбку покажем юбку мы дошли таким образом что ну вот все все как и было на примерке без изменений от хорошие очень посадка красивая по центру спины шов вытачки на месте единственное что вот здесь имитация запаха конечно я бы назвала это юбка асимметричная но наташа сказала что это юбка с имитации запаха переходящий в разрез поэтому раз так сказала наташа значит пусть так и будет но на самом деле конечно юбка асимметричен здесь и асимметрия и запах имитация запаха и разрез все складывается очень гармонично в одном изделии и так как у нас такая достаточно сложная по форме юбка ну то есть конечно это не классическая юбка со шлицей то нам хотелось какой-то интересный верх чтобы он был и воздушный и простой чтобы не утяжелялся образ потому что сложный низ сложный верх уже мы получим какие-то сложные формы то есть хочется так чтобы посмотрели все на татьяну и глаз радовался ну то есть что было приятно посмотреть на человека чтобы взгляд не цеплялся и начинал искать сложности в гардеробе поэтому мы татьяне предложили пошить такую чудесную шелковый жаккард очень тонкий очень красивый видите с блестящей ниточкой эта ткань была в тканевом бутике ее раскупили есть такая голубая ткань в такой же раз но вот с таким же похожим рисунком есть в голубом цвете такая ткань и посмотрите какую мы очаровательную придумали блузу блуза у нас рукавом реглан свободный такой рукавчик в меру свободный слегка расклешен к нижней части ну то вот здесь вот нижняя часть собирается на манжет с легкой сборкой но даже он не то что расклешен он просто прямой вот видите и за счет того что он весь такой свободный получилась такая приятная сборка на манжете вот здесь у нас красивая пуговичка здесь как так как ну как правильно крыть реглан вытачка образуется на грудные вытачки у нас переведены в сборку и равномерно распределены вдоль стойки вдоль горловинки там у нас идет стойка такая красивая полу прилегающая талиевых вытачек нет потому что ткань очень такая мягкая воздушная и чтобы ну будет красивый силуэт образуется за счет того что нет талиевых вытачек и у нас образуется напуск блузу заправляем в юбку и образуется такой красивый воздушный напуск вот в этом месте здесь у нас красиво завязанный бант и для того чтобы татьяне было удобно входить давай вот так вот чуть повернемся у нас тут разрезик и стойка заканчивается с одной и с другой стороны широким бантом который красиво завязывается вот такая очаровательная блуза на спинке у нас просто рукава реглан и точно также никаких вытачек абсолютно ничего нет ну считаю что комплект очень красивый очень достойно очень достойный в нем не стыдно и в мир и в пир пойти в ресторан и на работу и вот это вот приятная такая ткань но в то же самое время ну вот все удалось в этом наряде смотрю зеленые сереж серьги красивые с шариками цвет листочков отбирала ну таня готовилась к съемке поэтому прежде чем отпустить татьяну я хотела тебя поблагодарить за то что ты пришла к нам на видеосъемку за то что ты не изменяешь так сказать своей любви к нашему модному дому паук что и наряжаешься у нас спасибо уже 15 лет наряжаюсь татьяна наряжается в нашем ателье уже 15 лет и всегда да что-нибудь нужно всегда хочется выглядеть красиво и модно всегда мода меняется настроение меняется да какие-то там желания какие-то меняются и каждый день вот мы с вами такие женщины что что нибудь хочется новое а мы с вами в более выигрышном положении чем татьяна потому что мы все можем пошить своими руками благодаря youtube каналу модные практики на этом татьяну мы отпускаем переодеваться а я вам более подробно покажу технологию пошива этих изделий на столе рассмотрим наши изделия более подробно на столе как они пошиты и на что стоит обратить внимание при обработке начну я с нашей волшебной воздушной блузы я очень рада что мы когда подбирали модель выбирали ткани мы прикладывали несколько вариантов на подкладку но факт в том что если бы мы и сделали на подкладке загрубилась бы блуза такой не было бы легкости воздушности как сейчас осталось и заметьте что на бежевом белье блуза практически не просвечивается и плюс в том что самые такие места еще у нас есть бант чтобы он отвлекает на себя внимание поэтому блуза никак не выглядит прозрачной и очень хорошо что мы ее сделали без подкладочной ткани также хочу сказать что в нашем тканевом бутике такого же качества ткань есть голубого цвета тоже очень красивая нежная и я ее повесила потому что она очень подходит под наш интерьер под нашу голубую елочку под голубые шары и поэтому я решила что на нашей витрине голубая ткань она только поддержит наш голубой красивый декор и не будет лишний вернемся к блузе блуза конечно очень красивая воздушная рукав реглан неоднократно ирина михайловна показывала как его кроить и на моем канале тоже модные практики мама мы кроили реглан много уроков посвящено реглану рукав реглан нагрудная вытачка переведена в сборку вдоль горловины смотрите какая горловина она загибается пополам и образует остаются длинные такие как хвосты которые переходят в бант и для того чтобы не делать дополнительных капелек каких-то застежек у нас в одном реглане разрез около 10 сантиметров маленькая петелька воздушная пуговичка мы одеваем закрываем и завязываем бант с любой стороны можем и с этой стороны завязать можем на эту сторону перетянуть и сделать такое более как воротник хомут и вот в общем то и все секреты по моделированию этой блузы талиевых вытачек нет для того чтобы изделие смотрелось воздушный был напуск при ее заправлении вовнутрь если это с джинсами будет просто свободно красиво свисать тоже будет очень красивая форма рукавчики у блузы манжет разрезик обработанный все как обычно на классической рубашки или блузе сейчас я выверну и покажу вам как пошита блуза внутри такая аж хрустит слышите такая приятная ткань конечно расцветку мы выбирали под зеленую юбку но розовый цвет достаточно универсальный подойдет и под красное и под желтое и под под черное и даже под джинсы будет точно хорошо смотреться внутри блуза сшита за пошивочными швами или бельевыми как еще называют внизу идет просто подгибка достаточно ну примерно полтора сантиметра и пройма окантована пройма это я называю наш шов где проходит рукав реглан думаю что теперь у кого-нибудь из вас такая блуза обязательно появится в гардеробе рассмотрим еще юбку как она изготовлена как она пошита начну я со спинки так необычно сегодня будет здесь у нас все как на классической юбке шов по центру спины две талиевые вытачки пояс все обработка стандартная а вот на полочке за счет того что разрез впереди конечно шлицу уже можно было не делать поэтому там просто шов вся подгибка низа это потайная подшивка конечно так не видно но на лицевой части видно что ничего не видно а это значит что это потайная подшивка на лицевой части видно что ничего не видно и сейчас смотрите если приложить юбку к себе у нас есть левая сторона и правая правая сторона у нас видите идет имитации запаха и доходит чуть чуть дальше чем центр переда а левая сторона она идет такой красивой полукруглой линии и заканчивается примерно на уровне бедер и вот эта часть она просто полностью прошита обтачкой видите обтачка и правая сторона тоже сделана обтачкой но здесь нижняя часть сшита между собой юбка а верхняя часть нашего запаха это же этот же шов соединяет две детали между собой сейчас я вам покажу с изнанки и вы все сами поймете для того чтобы показать мне нужно вывернуть прямо вот в самое в самое в самое вот видите вот идет наш запах который здесь соединяется этим швом между собой две детали здесь еще видно две закрепочки такие хорошие для того чтобы юбка не порвалась во время носки юбка полностью на подкладке сейчас я выверну просто на 100 где у нас подкладочка и вот здесь уже мы видим тоже как обработана юбка смотрите как красиво подкладка полностью повторяет юбку обработка идеальная пришлось потрудиться и постараться чтобы сшить такую эксклюзивную вещь на этом мы с вами прощаемся напоминаю что вы были на канале модные практики с вами была я паук что ольга и вся наша большая команда подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии и отзывы понравилось ли вам сегодняшнее видео до новых встреч пока